В городе Бресте прошла встреча с одним из пяти режиссёров анимационного фильма «Мемориальный комплекс Беларуси» Татьяной Кублицкой. Представленная перед юными зрителями кинолента длится 52 минуты и состоит из пяти частей. Это «Несбывшиеся мечты», «Будническое поле», «Ола», «Прорыв», «Операция Багратион». У каждой из этих картин своя история. История, которая заставляет задуматься над тем, что кинорежиссёр пытался передать через свою работу. Идея фильма, идея этого альманаха родилась у Константина Андрюшечкина. Просто мы, ещё пять режиссёров, взяли по одному сюжету. И каждый из режиссёров написал сценарий. Так получилось. Иногда бывают у нас авторы сценария. Но, наверное, такая тема, что люди захотели высказаться сами. И вот каждый из режиссёров написал сценарий по своему мемориальному комплексу. У меня мемориальный комплекс «Прорыв». Проект «Мемориальные комплексы Беларуси» призван раскрыть юным и взрослым зрителям страницы истории периода Великой Отечественной войны. Указать, где находятся места воинской славы, показать с помощью натурных съёмок, как они выглядят и тем самым рассказать, каким именно событиям посвящены мемориалы. Визуализация этих событий осуществлена с помощью художественной анимации, которая более понятно донесёт для подрастающего поколения ту самую суть, которую хотел передать кинорежиссёр через фильм. Фильм состоит из пяти частей, разных частей. Там участвовали пять режиссёров. Как долго снимался фильм, наверное, около шести месяцев снимался, полный этот сюжетный фильм. Фильм патриотический, мы старались к 80-летию освобождения Беларуси создать. Он рассчитан на аудитории шесть плюсов, но, возможно, немножко больше, может, отценить, а более взрослых детей. Приятным бонусом для юных участников кинопросмотра стала викторина на тему Великой Отечественной войны, где по её результатам победителям вручили сертификаты на посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и Брестского областного краеведческого музея.